Книга «Открытым оком», второй том, тема литературы и искусства, вопрос 824. «Можно ли читать Лескова?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Как мне известно, церковь не очень благоволила к нему, хотя происхождение его из священнической среды. Он нащупал свою нишу в литературе и, думаю, что ничего не придумывал. Произведение Лескова – это очень сильное обличение лжехристианства на Святой Руси. Он писал о том, что видел, чем жил русский народ. Вот это и есть традиции, корни, то есть чушь на постном масле. Но Лесков дошел до одной фразы, до которой сегодня не дошли ни патриарх, ни сенот, ни священники. Евангелие на Руси никогда не было проповедано как должно. Это приговор всей Византийщине, всему тысячелетию христианства на Руси, христианству без Евангелия. А писатели жития Руси любят повторять изречение иностранного посла, что вся Русь представляет собой огромный монастырь. А монастырь-то как раз не имеет никакого обоснования на страницах Евангелия. Попробуйте уговорить несколько священников одновременно посидеть и позаниматься исследованием Евангелия. Если вам это удастся, то вы войдете в историю, а у сектантов это обычное явление. Лесков пытался рассмешить своих читателей случаями, какие он встречал в языческой Руси. Для спасения из его произведений так мало можно чего-то взять. Разве если только по принципу от обратного? Не делайте так, как видите, то есть делайте все наоборот. Если бы мы серьезно относились к вечности, то, читая произведения Лескова, плакали бы, что Евангелие – забытая и заброшенная книга на Руси.